Здравствуйте! В последнее время всё больше и больше разговоров про водородную энергетику. Считается, что водород – это замечательный носитель энергии, которую производят ветровые станции, солнечные, генерирующие мощности, так называется. Ну и вообще замечательно, водород, он, в общем-то, транспортабелен. Вот какой-то надо только способ придумать, чтобы это было сравнимо по удобству, по целесообразности, скажем, с использованием обычного бензинового топлива, например. Бензинового, ну вот, керосин, мазут, вот такого рода вещи. Вот, как бы это сравнить всё с ним. Ну вот сейчас я вам расскажу. Значит, водород. Водород – замечательный способ, но вот как? Вот смотрите, какая штуковина. Если у нас есть такой объект – жидкий водород. Ну, первое, что в голову приходит – заряжать машину жидким водородом. Это, конечно, дело гибло, потому что водород хранится, он жидким становится при температурах на несколько десятков, так сказать, единиц кельвина ниже, чем температура жидкого азота. Но жидким азотом не так просто работать, а это и вовсе тяжело. Вот, и вот это вот совсем всё, в общем, совсем всё тяжко. Так вот, я вам скажу так. Значит, что плотность жидкого водорода составляет 31 мг на кубический сантиметр. 31 мг на кубический сантиметр – вот такая его плотность. Ну, вот сравните. Вот у воды плотность 1 грамм на кубический сантиметр, у бензина 0,71 грамма, то есть 710 мг на кубический сантиметр. Как видите, вот жидкий водород тут явно проигрывает. Правда, у водорода у него теплотворная способность, понимаете, что такое теплотворная способность, сколько энергии, там, с килоджоулей или калорий можно получить при сжигании 1 кг водорода. И в сравнении, сколько это можно получить при сжигании бензина. Так вот, бензин, керосин, дизельное топливо – всё это рядышком находится в районе… Вот у бензина 43,6. Понятное дело, есть разные марки бензина. Ну, вот такой пример. 0,46,3 мг на кг. А у водорода 141 мг на кг. То есть это, ну, простите меня, в 3 с лишним раза больше, чем у бензина. То есть мы уже можем себе позволить в 3 с лишним раза делать плотность вот этого водорода меньше, чем у бензина, и тогда он вполне у нас будет конкурентоспособен. Но жидкий водород… Правда, сжатый газ тоже не очень хорошо. Значит, первое хранилище для водорода, которое можно придумать себе, это называется металлогидриды. У водорода есть удивительные свойства. И загадочные, в общем-то говоря. Для меня, например, он достаточно загадочный. Водород растворяется в кристаллической решётке металлов. В разных металлах по-разному он растворяется. Ну, вот, например, в палладии. Палладия – это металл, так сказать, той платиновой группы, он дорогой. Ну, всё равно. Давайте рассмотрим. Он как будто, вот вы его туда закачали, в один объём палладия можно закачать 850 объёмов водорода. Вот такая вот штука. Представляете, какая уж? 850 объёмов водорода. Это, получается, плотность у такой смеси будет очень большой. 850 объёмов водорода. Эта плотность будет порядка 76 мг на кубический сантиметр. Это, ну, в общем-то говоря, в два раза больше, чем у жидкого водорода. Всё, уже жидкий водород нам не нужен. 0,76. Это, представляете, 850 объёмов. То есть, если это был бы газообразный водород, это давление 850 атмосфер. Но всё равно это не сравнить с бензином. Ну, бензин, ладно, в три раза. Давайте, чтобы было 0,20 хотя бы. Вот 0,20 грамм на кубический сантиметр, и мы фактически бьём бензин почистую. Вот с палладиями работает. Но всё-таки, вот, меня это интересует больше всего, как он так в нём растворился? Как он так в нём растворился? Где он там поместился? Ведь он, понимаете, он получается плотнее, чем жидкий водород. Жидкий водород – это 31 мг на кубический сантиметр, а тут 76 мг. Он в два раза плотнее жидкого водорода. Вот я так вот понимаю, ну, знаете, я тут учил такой раздел теплота и термодинамика, да? Я всегда вот сам себе объясняю. Вот у нас вот газообразный газ, вот они летают, молекулы, как хотят, да? Ну, какое-то место сами молекулы занимают. И вот это место, которое занимают сами молекулы, мы можем легко определить, каким образом. А мы его жидким сделаем, этот газ. То есть так охладим, что они уже летать не будут, да? Они уже не будут летать, давление будет нулевым, объём будет минимальный. Это будет равен объём самих молекул. Вот он, жидкость. Ну, так, туда-сюда, ну, где-то там в жидкости она всё-таки так вот движется. Ну, какие-то там расстояния между молекулами есть. Но тут-то, понимаете, он в два раза плотнее, и это не предел. У других металлогидридов ещё больше. плотнее, чем жидкий газ. Как это получается? Это получается явно, что совершенно там эти протоны, ну, как, что из себя представить водород? Протоны, окружённые, значит, электронами. С электроном. Протон плюс электрон. Вот он, это водород. Ну, а парочка, это аж два, это, значит, два протона, и у них, значит, вокруг них летают два электрона. Куда же электроны девались? Как он так сумел поместиться там? А, видимо, там протоны сами по себе. Они где-то помещаются в недрах кристаллической решётки. И сами по себе электроны. То есть, практически, попавший в металл, растворившись в металле, так правильно говорить, получается, водород становится металлом. Помните, что такое металл? Металл – это вот химический элемент, металл. Он, значит, в своих кристаллах металлических или в сплавах интерметаллических, когда несколько металлов там, он связан с другими атомами, атомы металла с помощью водородных связей, простите меня, с помощью связей, которые называются металлическими. Что такое металлическая связь? Оказывается, значит, атомы металла, они на дорожной оболочке содержат один или два электрона. Эти электроны ещё называют электронами проводимости, их называют так физики, валентными электронами их называют химики. И дело в том, что атом металла их очень хочет отдать. Вот я не знаю, почему, я сам не атом металла, вот, видимо, поэтому не понимаю, а у них такая тяга, чтобы наружная оболочка содержала ровно такое количество электронов, как у ближайшего, значит, инертного газа. А у инертного газа их восемь. Ну, за исключением одного инертного газа, гелия у него их два. Поэтому литий, металл, хочет, чтобы у него было два электрона, готов кому угодно впарить этот самый свой электрон, лишний, ну, например, даже водороду отдаёт иногда. И получается гидрит лития, литий-H. Вот, а если уж поблизости нет, и он находится рядом другие литии, они все от себя эти лишние электроны гонят, 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 гонят. И получается, что вот эти электроны внутри этой кристаллической решётки металла бегают сами по себе, как бездомные собаки, как общие колхозные какие-то, как голуби по деревне летают. Вот, вот они так вот там живут. Ну, а в любых других металлах то же самое. Наружный электрон, они их гонят, гонят, гонят. И вот это вот получается такая ещё интересная система, естественно, квантово-механическая. Есть решётка, состоящая, значит, из, значит, атомной остатки, так их называют. И пространство внутри этой решётки заполнено электронным газом или электронной жидкостью, как хотите, говорите. И вот эта электронная жидкость, если приложить к металлу разность потенциалов, электрическую, она побежит от плюса к минусу. А со стороны плюса, естественно, в этом проводнике будет туда вливаться новая электронная жидкость. И получается, как водопроводная труба. Вот так вот работает электрический проводник. Электрический провод. Провод. Проводник, да? Как это? Проволока, да, электрическая? Не, ну, проволока – это скорее технический термин. Говорит, что проволокли её, да? Ну, провод, проводник. Вот. Ну, вот как он живёт. Так вот, значит, получается, да, и при больших очень давлениях водород обнаруживает тоже металлические свойства. Он тоже образует некий кристалл, да? Связанный металлической связью. Общие электроны, получается. Вот вы же в экспериментах при больших давлениях сумели получить на Земле. Это не значит, что вот кончилось давление, и у вас появляет металлический водород. Нет, конечно. Вот. Он тут же прекращает быть, тут же разрушается. Ему нужно большое давление, чтобы он оставался металлическим. Ну, а где-то в недрах планет-гигантов, типа Юпитера, Сатурна, там плотность большая и давление большое, и там водород находится вот в состоянии металлического водорода. Там к нему ещё присоединяется гелий, и на самом деле это некий такой, ну, сплав нехорошо сказать, наверное, раствор друг в друге, значит, металлического гелия в металлическом водороде. Поэтому ядра планет-гигантов хорошие проводники, и там текут большие токи, которые генерируют большие магнитные поля, ну, со всеми вытекающими последствиями. Вот рекордсмены по магнитным полям, это вот планеты-гиганты наши, газовые гиганты. Юпитер, Сатурн, известное дело. Там прекрасные свечения, которые с Земли в телескоп можно наблюдать, даже вот, ну, в хороший телескоп. Это может даже не с Земли, а с орбиты Земли, скорее. Ну, ладно, мы отошли. Разговор-то был про водород, который растворён в металле, да, гидриды, металлогидриды называются. Ну, так вот, вернёмся. Значит, вот этот самый палладий, если в нём считать плотность растворённого водорода 76 миллиграмм. Лантан, он подешевле и уже бьёт его, 78 миллиграмм. Такое вот интерметаллическое соединение, лантан-никель-5, такой вот оно, лантан-никель-5, он тоже очень хорошо растворяет, и в нём получается 87 миллиграмм на кубический сантиметр. Кстати говоря, в лантане при растворении на каждое атом лантана приходится 3 атома водорода. А вот лантан-никель-5, значит, лантан-никель-5, 6 атомов. На эти 6 атомов приходится всего только 7 атомов водорода, но, видите, они плотнее пакуются, плотнее упаковываются, тем не менее. Вообще в этом мире рекордсмены вот какие. Начну с таких. Цирконий, бронзовый рекордсмен. Цирконий у него 120 миллиграммов. Сравните. У жидкого водорода 31 миллиграмм плотность, а у этого, значит, плотность получается 120. Это, конечно, ниже, чем плотность бензина, и ниже она примерно почти в 7 раз. Почти в 7 раз, да? Ну вот самые рекордсмены, их 2, значит, пьедестал делят. Цирконий-никель и цирконий-банади-2. У них плотность вот этого вот растворённого там водорода 0,13 грамма на кубический сантиметр. 130 миллиграмм. 130 миллиграмм против 71. Ну, почти 5 раз. Почти 5 раз. А вот теплота сгорания в 3 раза больше. То есть, по-любому, вот даже на таких вот системах, основанных хранилища водорода, они, ну, скажем так, отдалённо конкурируют с бензином. Мало того, что там кроме этого водорода у вас будет ещё и металл, который тоже приличную плотность имеет, он уже не миллиграмма на кубический сантиметр, он грамма на кубический сантиметр. Вот есть тут 0,13 грамма, но вы должны таскать не просто вот пустой бак, как для бензина, да, а вот бак, наполненный вот этим самым металлом. Наверное, какая-то, так сказать, губка такая, губчатый металл, чтобы он легко... А он весит. Он очень прилично даже весит. И причём это вот к объёму губки такая плотность. А поры я уже не учитываю. Вот это не здорово. Вот это, конечно, сразу снижает все удовольствие от газообразного водорода, как топливо, да? Сразу они пропадают. Конечно, если у вас... Хранить его в каком-нибудь газгольде... А я не знаю, ведь этот газ под давлением, он будет растворяться и в обычных конструкционных материалах. Я имею в виду обычный, более нам привычный, типа сталь. Будет растворяться? Да, наверное, будет. Куда он денется? Если вот он в этих металлах растворяется, что он в стали не будет растворяться? Наверное, будет растворяться. Вот. Это вот не здорово получается. То есть до бензина он не дотягивает. И даже с поправкой на то, что в этом бензобаке, кроме вот этих вот несчастных 0,13 грамм на кубический сантиметр, там ещё будет, наверное, граммов 5, а то и как бы не 10, да, на кубический сантиметр металла. Плюс поры, объёмы пор, которые вообще никуда не... Объём-то будет, а вот у нас бензобак такой объёмный. Так что по всему получается, что вот этот вот концепт лучше получать спокойно водород из воды, да, и получать одновременно угарный газ, СО. Это можно делать, такой есть процесс. Используется, например, уголь и вода. Уголь и вода, естественно, это большая температура, то есть раскалённый уголь и раскалённые пары воды. И вот образуется то, что называют иногда водяной газ, иногда называют синтез газ, СО плюс H2, да. Угарный газ СО, это горючий газ, он хоть и ядовитый, но горючий. Вот, синие огоньки такие, которые вот из кучи углей вырываются в печи, в костре, это как раз сгорает угарный газ, который внутри этой кучи раскалённых углей образовался. Вот там вот кислород попавший, он соединяется с углеродом только вот до такой степени. Да, значит, вот угарный газ, он может окисляться воздухом, а может использоваться для синтеза спирта, спирт, который называется метиловый спирт. Ну, в принципе, это спирт, это топливо для двигателей, тоже туда-сюда годится. Но это опять же, это вот не в моде сейчас, сейчас в моде избавиться от углерода. Ведь эта вся история про возобновляемую энергетику, она началась не потому, что прямо вот не хватает нефти и газа, или нет угля, или нет энергии, чтобы превратить уголь вот в этот синтез газ. Нет, она была потому, что вот читает, что не надо минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Вот такой пунктик был. Одно время был пунктик о том, что не надо выбрасывать хлора и фтора углеводорода в атмосферу. И бром, ну, в общем, как это называется-то, соединение вот этого вот крайнего ряда таблицы Менделеева, предпоследнего, там, где вот у нас фтор, хлор, бром, йод, да, их вот эти соединения с углеводородами, они не горючие, они очень, так сказать, стойкие, и их часто использовали, во-первых, в качестве хладагентов в холодильниках, в компрессорах, вот в этих вот, в качестве наполнителей, которые создавали давление в аэрозольных баллончиках. Они без запаха, вкуса, не огнеопасные, да? Ну, вот это вообще анекдот, притча в языцах. Вообще, авторские права, ну, как это, патенты на их применение галогена углеводородов стоял у компании Дюпон. И вот он заканчивался. И вот перед тем, как закончатся права компании на этот газ, значит, должны были, кто хочет, им пользоваться, а использование этого газа очень удобное. Он безопасный, не ядовитый. В любом сарайчике, любой китайской деревушке будет налажено, так сказать, производство каких-нибудь компрессоров для холодильников, для кондиционеров автомобильных, понимаете, да? И, кстати говоря, этот газ Фреон создал революцию в кондиционерах для автомобилей. Дело в том, что автомобиль – это вещь, так сказать, часто попадающая в аварии. Вы представляете, попадает на аварии, а там, значит, кондиционер наполнен аммиаком, да? Вот утечка аммиака – неприятная вещь, правда? Ну, очень неприятная. Ну, понятно, что он улетучится, но всё равно неприятно. Лишний негативный фактор во время аварии. Вот. Что надо делать? Чем-то менять. Да? И вот началась кампания, что, оказывается, эти углеводороды, они поднимаются в верхние слои атмосферы, и там они начинают вступать в реакцию с О3, с озоном, и таким образом уменьшается количество озон. Там вот где-то в верхних слоях атмосфера. Это, значит, идея, значит, имела место, быть, стали появляться страшные фильмы, истощился озон, и вот через эту атмосферу прорывается пучок жёсткого излучения, бана загибает в реке, всё, рыба всплывает мёртвая. Вот я видел такие фильмы. Вот. Ну, проходит некоторое время, фирма Дюпон начинает менять, да, начинает новое заполнение и для, значит, кондиционеров, и для вот этих пшикалок. Это заполнение, это газы вот этого вот метанового ряда, но они огнеопасные. Если раньше вот пшикалка эта не могла стать огнемётом, а теперь пшикалка, зажёг, форс пламени, жуткое дело. При разрушении тоже появляется облако огнеопасного газа. А представляете, автомобильная катастрофа, да, ещё один источник для пожара – это разрушение компрессора системы кондиционирования. Вот. Ну, что поделаешь, вот, ну, что не поделаешь. Бизнес – ничего личного, простите, да, бизнес – ничего личного. Ну, вот, понятно, откуда росли ноги вот той истерики. Сейчас про эту истерику уже забыли, всё. Дыры, как были эти озоновые над полюсами, так и остались. Про них никто не вспоминает. Оказалось, что эти дыры были ещё до появления вот этих вот веществ, да, в применении их. Вот. Более того, оказалось, что совсем кошмарное количество галогена углеводородов производит живая природа. Каждый, кто был на берегу моря, он, значит, вкушал запах моря. Чувствуешь, как йодом пахнет этот запах водорослей. Да, да, водоросли огромное количество производят. Йода углеводородов, бромоуглеводородов. Из них даже получают бромо-йод, да, при переработке вот этих морских водорослей. Вот. Ну, вот это чудовищное количество. Конечно, не сравним ни с какими этими пшикалками, ни с какими там, ни с какими производствами человеческими. Человечество вообще трудно по тонажу ему сравниться с тем, что делает живая природа, тем более океанская природа, вот, занимающая 70% территории нашей планеты. Вот. Ну, всё, про это всё забыли. Сейчас вот пунктик. Углекислый газ, жуткое дело. Да, скоро всё растает и всё зальёт. Ну, тут говорят, ну, как он скоро растает, за такие времена не тает. Говорят, ну, у нас 100 лет должно быть, чтобы как-нибудь изменилось состояние вечной мерзлоты. А, молчи, мы сейчас ветрогенератор продадим, потом про это забудем. Новую вам болячку придумаем. Нужно создать новую потребность, да. Это вот мы, нам, советским людям, это неведомо, да, потому что у нас создать новую потребность... Не-не, вы что, с ума сошли? Как её потом будем удовлетворять? Мы эти тут удовлетворить не можем. Тут-то колбасы не всем хватает, простите. А вы придумываете новую потребность. Это вот была вот всегдашняя проблема социализма, не создавая новых потребностей, потому что, ну, нам старые мы не можем удовлетворить. Это, кстати, была причина, одна из причин, так сказать, ну, понятное дело, это отставание нашего от кап-стран, от рыночной экономики, скажем так. И причина, по которой наша конверсия, это превращение военных производств в гражданские, ну, имела катастрофические, в общем-то, последствия. Это одна из причин гибели Советского Союза, гибели советской экономики. Невозможность совершить конверсию в оборонных отраслей. У них-то там как? Вот есть какая-то технология особенная, да? Она военная технология, она, ну, гражданская не нужна никак. Давай придумаем, давай придумаем что-нибудь, что можно сделать с помощью этой технологии, чего нельзя сделать с помощью другой технологии. И придумаем это, и будем рекламировать, продавать, создадим новый потребностей, будут покупать, вылупив глаза, стоять в очередях, записываться с вечера, да? У нас с вечера и так записывались, за самыми простыми вещами, которые уже были известны сто лет. А их всё не было и не было. А тут вы на новую хотите создать? Вы что, с ума сошли? Мы это вот сделать не можем. И поэтому вся конверсия заключилась в том, что закрываем завод, выбрасываем оборудование, тут будет у вас линия по разливу водки, тут, значит, будете что-нибудь другое упаковывать, всё. Вот так и погибла наша оборонная промышленность. Не знали, что. Вы что, с ума сошли создавать новую потребность? Такие вот дела. Ну ладно, я начал вам про водород, окончил опять про советскую власть, как всегда, да? Человек, ушибленный советской властью. Наверное, это я. А вообще говоря, я вот вообще алчу получить от вас некую поддержку в виде денег, да? Потому что я нигде сейчас не работаю, я попрошайничаю с помощью интернета. Вот всякие такие развлекушки вокруг науки вам рассказываю. А внизу у меня есть номер сбербанкской карточки. Может у тебя денег перечислить. Номер счёта из Сбербанки. Есть ссылочка на Donation Alerts, есть ссылочка на то, чтобы вы могли стать с моими спонсорами в Ютубе. У Ютуба там есть такая функция спонсорства. Вот. Ну, Яндекс.Деньги, Киевик, Кошелёк, Кошелёк, ВКонтакте. Это вот, ну, тоже есть такие варианты. Но для иностранцев PayPal и Donation Alerts, наверное, единственные. Хотя из-за границы, с Украиной, из Беларуси, из Украины и из Беларуси деньги на сбербанкскую карточку приходят. Так, и бины, вот эти белорусские рубли, или вот гривны украинские. Так что жду поддержку от вас. Всего вам доброго. Да? Нормально? До свидания. Всех благ. Деньги, деньги, главные деньги присылайте. Мы вам рассказывать расскажем. Денег нет.